Всем привет! Сегодня у нас запись подкаста с Диля Фрус. Диля Фрус у нас детский психолог, а также ведущий трансформационной игры, которая называется «Просто». Это у нас второй сезон, второй эпизод. А я, Саня Юман, была преподавателем, затем перешла в IT, а теперь веду блог о саморазвитии и творчестве, а также этот подкаст «Не спеша, а важно». Ну, что, начнем! Диля Фрус – мама двух детей, и у нее большой опыт работы именно с детьми, и она сейчас расскажет побольше о себе. Да, всем здравствуйте! Мне очень приятно, Саня, что ты меня позвала. Очень классно, круто, приятно работать с приятными людьми. Про меня. Ну, я Диля Фрус, Диля Фрус Шамильевна меня называет на работе. Я закончила педоинститут, не замен, педагогику, психологию. И даже когда еще училась, пошла работать волонтером в детские лагеря, в «Почемучке». Потом, когда закончила, также работала по профессии. Самое интересное, что я прям хотела быть детским психологом. Это прям моя мечта. Я прям вот шла, зная, что я хочу, и чем я хочу заниматься. Ну, не было у меня такого сильного поиска. Видимо, я сразу нашла то, чем я хочу заниматься. И больше всего, что я люблю в работе с детьми, это когда ты с ними работаешь, и ты видишь их глаза горящие, интересам, с тем, что они готовы прям взять у тебя все, что ты им даешь. Это очень сильно вдохновляет, и прям такой ресурс дает на то, чтобы с ними работать. Но в дальнейшем я поняла, работая, узнавая семьи, детей, я поняла, что очень часто бывает так, что трудно помочь ребенку в достаточной мере работать только с ним одним. Очень часто бывает так, что проблема, она как бы внутри семьи, в родителях, и только с ребенком работает, да, есть эффект, но он недостаточный. Я начала думать, мыслить, что же делать, как же помогать. Делала консультации для родителей, для мам. Но сейчас ко мне пришла такая палочка-выручалочка. Это вот эта игра трансформационная, которой я обучилась. Обучалась я, кстати, ей аж три недели, то есть там именно обучение идет. Не просто купил игру и начал играть, а именно с обучением, как правильно проводить эту игру, что делать, вот такое, как бы с разъяснениями. И эта игра, она прям вот идеальная палочка-выручалочка, чтобы помочь. Вот когда, знаешь, идешь-идешь, и вот просто вот запутался, и не знаешь, а куда дальше. Или там развилка, или такая, думаешь, а куда идти, там, направо-налево. И вот эта игра... Что-то такое в жизни случается. Да. И вообще, в принципе, да, как бы, у нас часто бывают моменты, когда мы должны принять решение. В такие моменты такая игра, она очень помогает. И это, знаешь, это не магия. Это не что-то такое, там, какой-то из разряда какой-то странный. Шаманское какого-то. Шаманское какого-то, да. Это работа только с твоим подсознанием. То есть, просто вспомнить и напомнить человеку о том, что ему нравится, чем ему нравится заниматься, от чего он кайфует. Потому что очень часто, взрослея, мы понимаем, забудь о том, что тебе нравится. Работать, работать, работать. Иди, значит, вот ты вырастешь, пойдешь работать, и будешь до конца жизни работать. Да. И вот такая установка, она очень часто у нас остается по жизни с нами. Установка именно, что нужно пахать, это будет трудно, это будет тяжело. Ты будешь, как, значит, вот впредешься в это, и все. И вот до конца жизни будешь, как говорится, потом и кровью зарабатывать эти деньги. Но оказывается, сейчас энергии так сильно поменялись, что не нужно с надрывом, с изменой себя работать. Можно это делать и по-другому. Классно. Перед тем, как мы начнем еще глубже говорить про игру просто, у меня вот такой вопрос связан с твоим детством. Так как ты детский психолог, в твоем детстве мы же всегда сопоставляем свое детство с... Ну, я не знаю, как ты, но я, да, когда даже со своими детьми разговариваю, я всегда думаю, а у меня было вот так, а моих детей так. Вот в твоем детстве, когда ты, ты говоришь, что что-то сразу как бы знала, поняла, тебя дома сразу подержали или были какие-то такие ожидания у родителей, то, что нет, дочь, а ты должна быть там вот такой. И вообще, когда ты росла, была маленькая, родители ставили перед тобой большие какие-то задания, задачи, которыми ты должна была стремиться, не потому что ты этого хочешь, а потому что твои родители видят в тебе такое и хотят, чтобы ты была такой. Да, спасибо за вопрос. Слава Богу, мне повезло, и мои родители, ну, не ставили передо мной такие, как бы, прям, задачи, что я должна что-то сделать. С одной стороны, это плюс, с другой стороны, минус. Моя мама, она сама психолог. А, вот. Да. Но при этом, как бы, знаешь, детство это такой период, который невозможно пройти без каких-то травм или каких-то ситуаций. Поэтому у меня больше было синдром такого второго ребенка, когда старший брат, он все больше знает. А ты вторая, да? А я вторая, да. И у меня было такое, что вот, он лучше знает, кто я, я же... Вас двое? Нет, нас трое, да. То есть ты была в какой-то момент тоже, да? Да, серединкой была. И вот это состояние, типа, ну, старший самый такой, он самый умный, младший, самая маленькая, а я в серединке ни туда, ни сюда. Такое состояние иногда бывало у меня. Понятно. И в какой-то момент у меня было ощущение того, что, ну, как бы, ну, наверное, вот, ну, наверное, вот я такая. Наверное, вот я такая. Что все, что с этим сделать? И в какой-то момент я просто посмотрела один фильм и поняла, ну, в каждой какой-то твоей маленькой, в твоем каком-то минусе есть то, что ты можешь воспользоваться и помочь другим людям в этом. Это тогда мне было, ну, наверное, 16-17 лет. И я подумала, а что же мне может помочь? Да. И я подумала, да. И я вспомнила о том, что, а я часто думала о своем голосе, и почему-то мне пришла такая, такая мысль пришла, что мой голос, это моя поддержка и помощь в том, чтобы работать именно с детьми. И я подумала, я детский психолог. И решила, я буду детским психологом. А мама твоя психолог, тоже детский? Нет, моя мама, она просто психолог, и вначале она сказала, ну, как бы, ты подумай несколько раз, хочешь ли ты действительно этим заниматься. Но тогда я думала о просто психологе. А когда я сказала, я буду детским психологом, она сказала, ну, хорошо, ладно, иди. А каково быть вообще ребенком психолога? Есть какая-то разница? Ну, да, наверное, не то, чтобы разница, а вот какие-то особенности. Все-таки это уже такое более, ну, особенно в то время, да, это более как-то осознанный человек. Думает, ну, по-другому я так думаю. Потому что психология сейчас же стала модной. И вообще, как бы, люди начали думать, что надо ходить к психологу, там. И, как бы, то, что твоя мама была психологом в то время. Знала истоки, которые, как бы, обычно люди, в принципе, тогда не знали. Сейчас это более открыто, это права. Но разница только в том, что, действительно, очень многих проблем, которые есть, например, у моих сверстников, у меня нет. Какие-то моменты, когда мне давали выбор, я могла сама выбрать. Мне не говорили, вот все, иди туда, я тебе сказала, так и должно быть. Также мама прислушивалась к моему мнению. Когда я что-то говорила, она говорила, ну, хорошо, если тебе не хочется, давай подумаем, что сделать другое. Вот такие моменты. Вот такая поддержка. Да. И у нас с мамой прям долгие годы было такой, сейчас чуть-чуть поменьше. Когда мне нужна была поддержка от нее, она мне всегда дарила открытки. Да. Это прям такая фишка была классная. Например, вот я должна поступать в институт, я переживаю, нервничаю, иду, значит, на экзамен, открываю вот сумку, а там открытка. Я беру, а там написано, ты справишься, молодец, я в тебя верю. Это было прям действительно такие прям, ну, как лайфхак сейчас получается, потому что такая поддержка ребенка, она очень прям поддерживает очень сильно. И сейчас иногда я достаю эти открытки, пересматриваю, потому что с каждой из них связана какая-то история. То, что вот я что-то делала, к чему-то шла, достигала что-то, и открытка поддержки от мамы, она вот есть. Мама рядом, да? Да, она всегда рядом. Это очень-очень помогает, и мне, как ребенку, и ей было самой приятно, что она, ну, как бы, дает мне вот эту частичку заботы, даже тогда, когда ее, например, нет рядом. Ну, я на экзамене, она же не рядом со мной, да? Очень классно, мне нравится. Это очень приятно, так что можно воспользоваться. Классно, будем пользоваться этим лайфхаком, я тоже прям себе на заметку взяла. Круто, круто быть, конечно, ребенком психолога, видимо. У меня такой еще вопрос, вот лично мой. Я в свое время тоже хотела быть психологом. Наверное, то, что сейчас мое такое предназначение работать с людьми, общаться, ну, даже этот подкаст, не просто так. И я думаю, то, что это вот именно в детстве то, что мое желание быть психологом, оно у меня немного проявляется. И в то время близкий человек мне сказал, слушай, ну, у тебя характер немного не подходит. Ты как-то, ты можешь задавить. То есть, я, в принципе, знаю, что знала и сейчас знаю, что я люблю и умею слушать. Но почему-то, например, сейчас я часто думаю, интересно, насколько нужно быть психологом и каким нужно быть психологом, чтобы стать им на самом деле. Смотри, я считаю, вообще, это мое как бы видение мира, что на каждого психолога есть свой клиент. Каждому человеку подходит свой собственный психолог. Если, например, какому-то клиенту моя техника работы нравится больше, а другому нравится, наоборот, когда именно ему говорят, ну, допустим, не то, что говорят, что делают, а более целенаправленно, как бы вот к целям надо идти. Хватит, иди, вставай, иди, делай. Пожестче, да? Да, ему прямо это нужно. Потому что он сам понимает, что вот эти вот, как вот говорят, да, сейчас очень модно, пинки. Да. Вот мне нужен пинок. И человек действительно ждет вот этого, чтобы ему кто-то ему сказал, давай, иди, делай. В моем подходе, наоборот, более такой мягкий, знаешь, я и сама люблю, я и сама люблю это когда вот, давай, у тебя получится, девочка моя, милая моя. Это прямо мое. Ага. Я очень люблю. Молодец, умничка. Вот. Это прямо моя тема. И я также таких же людей ищу. Здесь я пойду к стоматологу, моя стоматолога, она меня знает. 100%. Она меня всегда говорит, Леофрус, давай, ну, чуть-чуть потерпи. Когда я пошла однажды к другому стоматологу, и он мне начал говорить там какие-то выводы по поводу моих зубов, это для меня был такой как бы шок, и я прям, нет, больше я туда не пойду, мне не нравится такое. Ага. Мне вот это не нужно. Мне нужно спокойствие и более такой вот именно, вот тебя на ручки подняли и понесли. Вот это мой подход. Поэтому психологом может быть каждый. Вообще, в принципе, я считаю, что мы и раньше были психологами все, когда-то в древности, когда мы чувствовали себя изнутри. Сейчас, в связи с тем, что мы стали более, с одной стороны, технический прогресс, с другой стороны, вот это вот накал, что нужно все успеть, работа, дом, там все, мы начали забывать о себе. И вот это внутреннее чувство себя, оно как бы, ну, как бы, ну, не то, что утончается, но мы перестали это делать. Вообще обращать внимание, ну, болит, ничего, есть таблетка, выпью, пойду дальше. Заглушаем, да, вот эти все. Да, и перестаем чувствовать себя. Поэтому сейчас больше нужно психологу, потому что психолог просто помогает обратить внимание на себя. То есть, как бы, сфокусируйся на себе. Типа, вот что ты муж сделал, а ты не о нем думаешь, что он там так себя ведет, а ты подумай о том, почему ты сейчас так сильно, например, агрессируешь на него. Это же в тебе, это не вот он сейчас вот это делает и вот ему плохо, а это ты и так реагируешь на его поведение и акцент на себя. Поэтому психолог, он именно вот эти акценты помогает сделать. И если ты, например, у тебя такой характер и ты работаешь так, значит, у тебя будут твои клиенты, которым нужен именно такой подход. Точно, это вот как у меня с гинекологом, который помогла мне детей встретить в этом мире. Она очень жесткая. И вот сколько моих подруг к ней ходили, большинство из них говорили, она такая неприятная, она такая жесткая, она так грубо разговаривает. Но для меня она была идеальная, потому что она была очень четкая. Даже когда мы к ней звонили, ну я к ней звонила во время схваток, она говорила, так, нет, ты еще не готова там. Она мне очень четко давала указания, что нужно делать. Да, она была грубая, но за счет этого от нее не ушла. И вот то, что ты сейчас говоришь, на самом деле, вот я прям с этой ситуацией сопоставила. И со стоматологом, и с врачами лечащими, и с преподавателями, да, тоже это все, конечно, свой человек, да. Ну, например, я сейчас то, что ты говоришь, тоже начала сразу осведывать. Когда вот я с детьми разговариваю, я с ними на самом деле очень жесткая. Иногда я так на себя так со стороны смотрю и думаю, блин, ну ты что вообще, это что, ребенок надо как-то слишком по-солдатски, да, что ли. Но когда другие люди с моими детьми разговаривают как-то не так, да, я смотрю уже со стороны психолога и думаю, как они так разговаривают, это неправильно. У нас буквально недавно была ситуация, мы пошли в музыкальную школу специализированную на консультацию. Я хочу детей отдать в школу музыкальную, потому что у них есть желание. И мы пришли туда, и преподаватель говорит, ну давайте я посмотрю, посмотрим, насколько у них здесь слух есть, там ритм и так далее. Она при них говорит, вот этот ребенок у вас, нет, ей не надо, она не готова, это вообще не ее, а вот сына можно вот не на фортепиано, а на духовой. И как бы при детях она это говорит, я говорю, ну возможно она на вокал, как бы я же это должна смягчить, ребенок-то слышит. Ну неправильно я так подумала, она себя ведет. Я так смягчаю, смягчаю, чтобы ребенка не задело, я же не знаю, насколько ее заденет вот эта вот ситуация вся. И я вышла и сразу такая, нет, к этому преподавателю вообще не ногой. На самом деле, вот хотя я сама по себе такая жесткая, но когда я вижу то, что к моим детям или даже, я же преподаватель, когда я с чужими детьми работаю, совсем другая, да. И вот, наверное, вот тот человек, который мне говорил о том, что я жесткая, это мой близкий человек, я с близкими людьми по-другому, да, на самом деле. Я там какие-то требования, например, да, вот, например, с чужими детьми, которых я обучаю, ну чужих детей не бывает, да, когда мы работаем, так говорим. Но все равно мы по-другому с ними. То, что ты сейчас говоришь, ты мне прям закрыла мой гештайт. Я очень рада. Да, и я прям так, мне стало намного легче, да, я успокоилась. Классно, спасибо. Пожалуйста. Ну и при этом я хотела еще добавить, что вообще, в принципе, не стоит сильно обращать внимание на то, что говорят наши близкие люди, потому что чаще всего, ну, они смотрят через призму себя и через призму своей, как бы, ощущений. Всегда надо, как бы, обращать внимание на себя, ну, да, спасибо за совет, я учту, но принести все через себя, потому что очень часто бывает, что люди, как бы, ну, как бы, смотря на ситуацию через свою призму, могут не увидеть того, что это действительно нужно тебе, например, или, там, для тебя важнее. Да, это очень важно, обращать внимание именно на свои ощущения. Да, 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 но это вот, знаешь, все-таки приходит с возрастом. Да. Потому что в то время, когда я вот стояла выбор передо мной, куда пойти, кем стать в жизни, тогда у меня были люди, которые, вот, их мнение, я думала, это вот прям правда жизни, и они правы, и они все знают, и вот надо только прислушиваться. И в какой-то момент, там, буквально, я не знаю, даже уже, когда у меня ребенок был первый, вот тогда у меня какие-то пошли трансформации в этом смысле, я поняла то, что, оказывается, то, что, там, эти люди говорят, это не есть стопроцентная правда, да, как бы, то есть это со временем приходит, особенно, когда это кто-то родной, близкий, любимый человек, ты думаешь, вот, все, то есть это вот так и должно быть. Да, это закон, да, вот, вот, это закон, и прям для меня это прям был закон. Когда мы еще в школе учимся, может быть, в университете, там, это не всем сразу приходит такое вот через свою призму понимать, рассуждать. Да, ну, видишь, вот ты получается, да, ты знаешь, и поэтому ты, например, своим детям уже можешь быть более в этом плане осведомленной, и можешь говорить, что вот, ну, вот, это мое мнение, я не говорю тебе, чтобы ты обязательно сделал так, как я считаю, ну, вот, когда они, например, будут поступать в институт или, там, выбирать себе профессию, ты можешь себе дать, ну, ты подумай, вот, я-то считаю так, папа считает вот так, бабушка считает вот так, ну, это твой выбор, ты можешь подумать, давай посоветуемся, давай подумаем. Ну, у нас всегда, например, есть в разговоре ежедневном, я говорю, ну, твой выбор, давай. Ай, ну, я, конечно, у меня выборы такие, которые... Да, ну, мы так и приучаем, правильно, мы так и приучаем. Ты что сегодня оденешь, розовое платье или красное, да? Но если это зима, то мы не скажем, там, типа, давай платье, мы не скажем, какую-то куртку ты хочешь одеть, такую или такую. Ну, это, как бы, логическое отношение, но при этом мы все равно даем выбор, да? Да, мы будем стараться постоянно. Учим их тому, что они могут выбирать, и это не страшно. Классно. Какой возраст детей у тебя, вот именно, с которыми ты работаешь? Вообще, в принципе, я работаю с детьми от годика и до, там, четыре, ну, тринадцати лет. Ага. Прям вот перед подростковым возрастом. Почему с годикой? Потому что в годик, в основном, работа идет, ну, где-то с годика до трех лет, в основном, работа идет больше с мамами, чем с детьми. Но здесь нужна вот именно маме поддержка, о том, что это нормально, как ребенок развивается. Или, например, что-то ему нужно помочь в развитии. И как себя чувствовать, как к себе относиться и как относиться к ребенку. Вот это вот, получается, детская психолога учит именно родителей. Ну, в основном, маму. Маму, да. А после трех лет это уже можно работать и с самим ребенком, ну, и, конечно, с родителями всегда. Для того, чтобы дать правильную, как бы, позицию, как что происходит, как себя вести. Как себя вести, когда ребенок, например, агрессирует. Или, когда он, например, вот он упал, плачет. Как правильно реагировать? Потому что, в основном, чаще всего, именно с таким вопросом приходят. Вот, типа, ребенок начал, упал в магазине, плачет. Что делать? Как себя вести. И, чтобы самой остаться в ресурсе и, как бы, не сойти с ума, да? Ну, и при этом, чтобы ребенку не нанести траву. С такими вопросами, получается, вот, чаще всего приходит эта ситуация. Ага, круто. Ну, вот, если начать прямо с раннего возраста, бывают вот эти, как сейчас говорят, кризис. Трех лет, пяти лет, еще какие-то кризисы. В общем, у детей семи лет, да. В общем, у нас с детьми, я так думаю, вот, и с моими подругами я разговариваю, у нас многих дети погодки, до трех лет, это где-то вот два года, когда ребенок еще не может конкретно рассказать, в чем проблема, что его беспокоит, но уже знает, чего хочет. Ага. Начинается вот этот вот, я думаю, кризис, на самом деле, не трех, а двух лет. Вот, когда он орет, там, может орать, вот, брать все криком, там, чего-то требует, общить не может. Вот, как быть в этот период, когда они просто агрессивные бывают? Ага. И, на самом деле, они такие сладенькие же в этом возрасте, но как начинают вот агрессировать, потом их не успокоить. Ага. Как быть мамой? Да. Смотри, этот кризис у психологов называется «кризис я сам». Ага. Поэтому, как бы, он может удлиняться с двух лет, начиная, там, чуть ли не до, там, трех с половиной, четырех лет. Ага. И он ознаменует то, что ребенок начинает понимать, что он перестал быть одной целой с мамой, он стал отдельной личностью, и у него есть свои потребности, есть свои желания, и он хочет, чтобы мир, а в частности, мама с папой, услышали и принимали его желания. Если ребенок, он чувствует, что вот, а я не хочу, сейчас суп, я хочу, там, кашу, например, да, или там, я хочу, там, хлопья, и он предъявляет свое желание в мир. Он говорит «я не хочу» или «я хочу». Но очень часто бывает так, что это желание, оно идет наперекор даже тому, что ребенок сам в действительности хочет. Допустим, он очень сильно хочет идти на прогулку, но в связи с тем, что вот внутри, вот, в нем, вот, когда-то есть вот этот бут, он говорит «нет, я не пойду». Да-да-да, вот это есть, понимаешь? И вот самое главное для родителей знать, что это все проходит именно пиками. То есть, возникает сначала пик, подъем, когда ребенок потом говорит «нет, я не хочу, я не буду, нет». Но потом будет обязательно спад. И когда будет этот спад, ребенок опять станет таким ангелом, и говорит «ой, мамочка, я так действительно люблю, побежит обниматься». И ему действительно, и он действительно прав, он действительно так считает, он действительно очень сильно любит. Но вот в этот момент пика, он всех ненавидит, он всех бьет, он нам стучит, я уйду, еще что-нибудь такое. Нужно просто дать возможность ребенку, например, вот, когда он в этом состоянии, накричаться, и при этом не говорить «иди подумай в свою комнату», там «я на тебя обиделась», или еще пытаться физически или именно голосом заставить ребенка сделать то, что вы хотите. Это будет просто как вот огонь на огонь, не нужно этого делать. В этот момент лучше просто сесть и сказать «ты знаешь, я понимаю, что ты сейчас злишься, я посижу и подожду тебя». Очень круто. Успокоишься. Потому что это будет обязательно успокоение, оно будет. Нужно просто посидеть и подождать, пока ребенок успокоится сам. И поймешь, что «ну да, я понимаю, что ты сейчас на днях хочешь вот это, но давай мы с собой сделаем вот это, вот это, вот это, и вы рассказываете то, что вы будете делать». Возможно, сказать «нет, ну хорошо, давай подождем». Потому что в чем сложность этого кризиса? Выдержать родителям эти бунты ребенка. Не потерять своих. Да, себя не потерять. Как ребенок выйдет из этого кризиса, потом зависит то, как он будет себя вообще принимать, вообще относиться к жизни, раз, и как он потом будет проходить следующий кризис своей жизни. Например, если его полностью подавили, ну нет, ты будешь делать так, и все, и ребенок сделает. Да, ему будет, и потом по жизни он так и будет жить с позиции того, что все знают лучше, чем он. Взрослый, человеку 30 лет, а вот мама знает лучше. Кажется, если, например, уже прошел вот этот период, когда вот мы двух-трех лет, ребенка подавили, и он там знает, что другие лучше знают, как вот изменить отношение ребенка к жизни и исправить вот эту свою там, например, ошибку, если она произошла. Получится это вообще или нет? Конечно. Вообще, в принципе, исправить можно все. Если ребенок, там, школьник, например, еще есть возможность. Да. В принципе, исправить можно все. Кроме смерти все можно изменить. Я бы посоветовала, конечно, пойти к психологу, к детскому психологу, для того, чтобы просто... То есть ко мне? Да, ко мне приходите. Да потому что так проще и понятнее. Можно самим разгребаться, конечно же, безусловно, можно, просто так проще. Я просто подскажу, как бы, какие есть пути, как бы, есть и школьник. Что вообще означает, что ребенок, что его подавили? Это означает, что ребенок, он не чувствует своей силы. Вся агрессия идет внутрь себя. И ребенок, он понимает, что, как бы, если ты слишься, там, ты, ну, там, сжимаешь плак, но делаешь, что тебе сказали сделать. И нету энтузиазма, нету порыва что-то делать, что-то изучать, что-то делать, потому что тебя побьют по рукам и скажут нельзя. В эти моменты нам нужно помочь ребенку поднять его самооценку, раз. Два, показать ребенку, что это можно, что твои желания, твои интересы, они слышимы, я тебя слышу, они понятны. И если мы сможем, мы их реализуем. И ты, и я, мы вместе это сделаем. Мы это показываем ребенку. Он что-то начнет делать и говорите, да, давай. Мне бы хотелось по-другому. Ну, ты классно сделал. А давай попробуем еще вот это. И предложите ему самому выбрать. А ты сам как хочешь. Давай сделай, как ты хочешь. Такие дети, они скажут, ну, подскажи мне. А ты как думаешь? Помоги. А ты как думаешь? Или, ну, там, Мария Ивановна сказала вот так. Если Мария Ивановна сказала вот так, то можно из этого тоже сделать, дать возможность ребенку выбрать. Да, Мария Ивановна сказала вот так. Но мы же можем с тобой и вот так, и вот так, и вот так. И это тоже все будет в рамках правильно. И это не значит, что ты делаешь ошибку. Надо разговаривать. И обязательно разговаривать. И обязательно говорить о том, что я верю, что ты сможешь. У тебя получится. Потому что вот это именно бессилие. Ощущение бессилия, что ты ничего не можешь. Представьте, вот трехлетний ребенок, он стоит, пытается застегнуть эту куртку. У него не получается. Тут мама начинает отвечать, давай быстрее. Сама тебе застегивает куртку, и вы выходите. Что ты понимаешь? Ты ничего не можешь. Ты слабый. Все вокруг разумеялись от тебя. Куча везде злости. Почему злость? Потому что ты делаешь то, что ты хочешь. Вывод. Если ты чего-то хочешь, остальные злятся. И для ребенка это запись на всю жизнь. Если ты проявляешь в мир свои желания, в итоге это окажется для тебя плачевно. Это будет плохо. Никому не нужны твои желания. Вот и все. И тогда родителям, педагогам нужно просто показать, что все в порядке. Ты можешь говорить, что ты хочешь. Ты можешь. И не потому, что мама должна пойти и купить тебе. Ты сам можешь реализовать свои желания. Ты хочешь сделать такой плакат? Ну хорошо. Садись, сделай. Да, до 11 часов ночи. Да, до 12. Ну ты сделаешь. Ну да, утром не выспишься. Ну ничего. Ну ты сможешь. Давай. И мы показываем ребенку, что мы в него верим, мы разрешаем, и у него получается. Вот такие вот шаги для того, чтобы сделать это помягче. Потому что потом, ну человек вырастет, и потом будет просто сам это исправлять. Да, пойдет к психологу. Пойдет к психологу. Ну, когда свои вот эти заскоки, свои какие-то тараканчики, с ними работать. Когда уже со многими разными психологами поговорила, с коучами, например, да, мы приходим к такому пониманию, то, что нет взрослых без каких-то гештальтов, там, незакрытых, без каких-то травм, да. Будет хорошая мама, ребенок, ну взрослый, вернее, скажет, ну, не было достаточно жесткости, да. Жесткая мама, скажет, слишком жесткая была. Как вообще сейчас, ты думаешь, быть хорошей мамой, чтобы как можно меньше было претензий, когда ребенок вырастет? Классный вопрос. Спасибо тебе большое за такой вопрос, потому что он очень часто волнует всех мам. И я хочу всех успокоить. Из детства ни один человек не выходит без травм. Детство – это такой период жизни, когда мы должны пройти через травмы, через какие-то такие вещи, когда нам было трудно, и научиться с этим справляться, научиться с этим жить. Это ничего, что их там много или там кого-то мало. У всех свое. Но самое главное, чтобы просто человек, когда вырастет, знал, что у него есть сзади тыл и поддержка. Что в него верят, и у него все получится. А для этого мы что можем сделать? Мы можем просто давать ребенку понять, что его любят. А любят – это что значит? Это не то, что очень часто ко мне приходит мама и говорит, ну вот там вот что-то надо сделать. И я говорю, ну вот вашему ребенку немножко не хватает любви, внимания. И она говорит, как? Я его так сильно люблю. Это же вот мой первый сын. Я его очень сильно люблю. Я говорю, а как часто вы говорите своему ребенку, что вы его любите? Он говорит, ну зачем мне говорить? Он же знает, он же мой первый. Так понятно, да? Он так и знает, что я его люблю. Он же мой сын. И теперь следующая работа. Провожу опрос среди детей, 4-5-6 лет, группу детей. И говорю, ребята, как вы думаете, почему мама вас любит? Почему мама, папа, почему они вас любят? И знаешь, какие у них были ответы? Потому что я умная. Потому что я маме помогаю. Потому что я хорошо учусь. Потому что я там что-то дома для мамы сделала. Потому что я красивая. Все. Вот это отношение, что мама меня любит, потому что я есть, потому что она меня родила, она моя мама. Может быть, один на 20-30-40 детей скажет. И это нормально, потому что просто мы не привыкли это делать. Поэтому я бы хотела посоветовать всем мамам, которые нас слушают, записи будут смотреть, да, слушать, чтобы они помнили о том, что нужно говорить о своих чувствах, о своих детях. Я очень сильно тебя люблю. И даже если ты будешь весь грязный, измажешься в глине, упадешь где-нибудь и порвешь себе джинсы, я, наверное, зазлюсь, я, наверное, буду очень злая, но я все равно тебя буду любить. Потому что просто ты мой сын, я тебя очень сильно люблю. И вот эти слова, они очень важны для ребенка. Потому что, ты, наверное, тоже помнишь, да, как бы, если я вот это сделаю, если я там порву джинсы, мама меня убьет. И это ощущение вот это прям вот жуткое, да, когда тебе страшно, ты думаешь, ну все, вот мама, она просто, я не знаю, она в ярости будет. И, конечно, для ребенка это прямо провал жизни. Мама, она вот так разозлится, она меня перестанет любить и всякое такое. Поэтому обязательно говорите своим детям, как сильно вы их любите. И это будет в дальнейшем поддержка. Да, там мама что-то сделала, что-то там как-то там нагрубила, но я всю жизнь знаю и знал, и знаю, что мама меня любит, она меня всегда поддержит. Вот это самое главное. Наверное, еще дети думают, что мама любит из-за чего-то, из-за какого-то, например, их поведения, да. Потому что вот как раз-то, когда мама говорит то, что любит, ребенок что-то сделал такой, да, мама вспоминает. По поступкам. Да, по поступкам, своем вот этом быту, беготне, мама вот тогда вспоминает то, что нужно сказать. Да, это должна быть привычка, да, которая вот там типа перед сном или утром ребенок проснулся, и сказать ребенку, я тебя люблю, там, и так далее, да. Да, это очень интересный факт, да, это хорошо заметила, потому что почему дети часто, например, начинают что-то шалить, и там, особенно там дети либо 7 лет, либо наоборот 11-12 лет, потому что они теряют вот этот вот контакт с мамой, и чтобы получать хоть что-то, хоть какое-то внимание, они начинают наоборот баловаться, потому что вот этот всплеск эмоций, бурые эмоции, она хоть положительная, хоть отрицательная, она нужна для ребенка. И тут либо мама сильно обрадовалась и расцеловала тебя, либо она накричала на тебя, они как бы одинаково важны для тебя. Я думаю, если ты не получаешь такую, ты хотя бы получишь ее вот агрессивную, но зато ты получил, тебе классно. И они начинают этого искать. Балуются специально для того, чтобы мама сильно поругала, потому что им нужны эти эмоции. Я бы даже порекомендовала не то, что, знаешь, как вот, как ритуалы, да, вот, например, перед сном и утром, можно такие сделать, действительно. Но я бы порекомендовала просто так. Вот ты проходишь мимо ребенка, просто вот мимо ребенка проходишь, там, вешать вещи, да, например, на сушилку или там, идешь куда-то что-то делать и проходишь мимо ребенка, проведи рукой ему над головой, поцелуй, скажи, как я тебя люблю и пошла дальше. Просто вот, мимоходом. Ты знаешь, как я сильно тебя люблю, понимаешь? Там, поцеловала в лобе, поцеловала в голову, чтобы не мешать ему. Если он, например, в этот момент он отреагировал, можно поцеловать в щёчку и пойти дальше. И тогда вот эти ощущения, они будут ещё более яркими. Потому что и для мамы самой, и для ребёнка. Круто. Какие пять фраз нельзя говорить детям? Именно пять? Ну, если есть больше, давай больше. Которые вот прям... Минимум пять. Да. Прям вот нельзя говорить ребёнку. Нельзя вообще, да, говорить. Есть такие фразы? Да. Знаешь, тут даже не только фразы, а прям вот эти месседжи, которые мы передаём для ребёнка. Самое главное, это никогда не сравнивать детей. Никогда. У моей подруги там Василины, сын учится ещё лучше, чем ты, а ты вот такой. Или там, твой брат сделал вот так, а ты вот так. Нельзя так делать ни в коем случае. У нас это называют Эльдин Балдары. У Бейхстани, наверное, тоже есть, да, какое-то вот выражение. Там, чужие дети, там, вот такие, как вот это называется. У нас прям это вообще травма всех детей, там, моего и высшего поколения. Потому что мамы всегда такие, вот его сын, вот её дочка, а ты вот такой. Да, и это очень... Родители хотят, как бы, сделать так, чтобы мотивировать ребёнка, но тем самым, наоборот, никакой мотивации, а наоборот, как бы, бессилие. Да, потому что опять-таки бессилие, потому что ты, как бы, ты стараешься, но в итоге не видят твоих успехов, а вот кто-то чужой всегда лучше. И он всегда будет лучше. Кто-то чужой всегда будет лучше. Мы не можем сказать, что вот я самая большая красавица, и все остальные. Нет. Если ты сейчас красивая, там, ты вышла в другой салон, там ещё красивее. И если человек научился так себя сравнивать, а он потом научится сам себя сравнивать, то он и будет всегда вот так сравнивать себя с кем-то другим. Кто-то там умнее, кто-то здесь красивее и всякое такое. Я думала, ни в коем случае, пожалуйста, не говорите такие сравнения своего ребёнка с кем-то другим. И тем более ещё и с родными, то есть братья, там, а этот, там, типа, покушал лучше, этот прибрался лучше, тогда возникает уже в семье между ними какие-то конфликты, да, и злость, и агрессия. Потом очень важное тоже выражение, когда мы говорим, вот ребёнок плачет, а мы говорим, всё, перестань, перестань. Хватит, хватит, да? Да, прекрати плакать. Нас это раздражает. Но когда мы говорим, перестань, мы как будто бы обесцениваем его чувства. Мы как будто говорим, не чувствуй. Перестань чувствовать. Тебе больно? Хватит. Зажми волю в кулак и, типа, и живи с этой болью. Я же умею, что ты не умеешь? Вот так получается. Мы должны дать ребёнку возможность пережить его боль. Лучше сказать в этот момент, я понимаю тебя, я знаю, как тебе больно. Ну, давай мы с тобой пойдём, например, вот туда-то. Или даже можно не говорить, а можно просто сказать, я тебя понимаю, и посидеть и подождать. Да, он плачет, да, он воет, но пусть. Это его чувства, он должен их пережить. Пусть он поплачет, а потом вы пойдёте сделаете что-то другое. Это очень важный момент, потому что вот мы взрослые, очень часто не умеем выражать свои чувства. Нам больно, мы говорим, ну ладно, всё, давай, тряпка, возьми себя в руки. И заглушаем свои внутренние ощущения. А они потом вылаживают в теле, как какие-то болезни. Лучше всего просто проплакать. Хочется плакать? Поставь фильм и поплачь. Я ещё замечала, вот некоторые вот так вот говорят, ребёнок плачет, там упал, или что-то ему не нравится. Я говорю, что-то, это разве проблема? Для взрослого, конечно, вот это, это не проблема, там, ребёнка какая-то проблема. Но для ребёнка-то это вот договор. Это вселенский масштаб. Да, это вселенский масштаб. И начинают говорить, это разве проблема? Вот у меня проблема. И начинают свои проблемы какие-то, ну, взрослого человека сравнивать с проблемами ребёнка. Да. У каждого свои проблемы, да, вот как есть же выражение, да? Вот. Каждому человеку своя ноша. Да. Для маленького ребёнка, новорожденного, простите, пукнуть это достижение. Да. Он, 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 он учится жить. Да. Ему нужно учиться, как это делать. И да, для него это вселенский масштаб. Он не может пукнуть, это всё, это, 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 это. Он плачет, потому что это для него, это смертельно. Бескомфорт, это, это смертельно. Если он не будет с этим справляться, он, вот если вспомнить времена первобытные, сколько детей умирало. Вот это, не знали, как себя вести, не знали, что делать. Вот, и он плачет, потому что он изъявляет миру, что что-то со мной не так, помогите мне, что-то со мной не так. И поэтому, конечно, да, в этом плане его, его проблема для него важна. Лучше всего сказать, что вы просто понимаете и предлагаете какой-то выход из ситуации, при этом вы говорите, ну ты сам выбирай, подумай, как себя вести, ну, как решить эту ситуацию. Если будет нужна помощь, подходи. И можете уйти. Он подумает и выберет свой путь. Выберет то, что ему нужно сделать. Еще очень одно, как бы, цепляющее меня выражение, это когда говорят, я не люблю, когда ты себя вот так ведешь. Или я не люблю, когда, там, дети плачут. Я не люблю, когда вот что-то, что-то так вот делает. Мы хотим просто показать ребенку, что мне не нравится твое поведение. Я не люблю, когда, там, когда ты сидишь, такой, там, например, гримасой на лице. Как быть? И мы ребенку говорим, я тебя не люблю. Если ты скажешь, я не люблю, когда ты вот так делаешь, это все равно, что ты скажешь, я тебя не люблю. А как лучше сказать? В этот момент, если прям действительно, прям сильно не нравится, когда ребенок, например, что-то, какое-то такое вот, типа, действие какое-то делает, нужно сказать о своих чувствах, ощущениях. Мне сейчас вот так, вот так, вот так, мне сейчас грустно. Я смотрю на себя, мне еще грустнее становится. Давай мы с тобой поулыбаемся, чтобы нам стало приятнее. Давай мы с тобой обнимемся сейчас. И когда мы говорим через я сообщение, я себя чувствую сейчас плохо. Пожалуйста, давай вот обнимемся, давай что-то сделаем вместе. Давай выйдем или еще что-то такое. А не через то, что я не люблю то, что ты делаешь. Потому что в действительности это правда. Это не то, что я не люблю, что он вот это делает. И второе тоже, связанное с этим выражение, это когда, например, мы приходим уставшие домой, мы говорим, не делай что-то, не лази, не иди, не бери, не надо. Все вот то, что касается такого указательного указательного, не иди туда, не иди сюда, не делай вот это. Должны быть строгие правила. Вот есть, например, три нельзя в нашем доме. Нельзя, например, открывать самому окна, допустим. Нельзя подходить к плите, ну, допустим, если у вас есть такие правила. И там нельзя открывать дверь чужим людям, например. И все остальные вещи, ну, если ребенок пробует, чаще всего у нас бывают такие как бы резонансы, да, когда мы, сегодня у вас хорошее настроение, вы разрешаете ребенку садиться на подоконник. А завтра у вас плохое настроение, и вы говорите, не лази на подоконник. Да, бывают такие. И ребенок не понимает, это качели, да? Сегодня можно, завтра нельзя, а от чего это зависит? И он не может прочитать по вашему лицу, что вы сегодня злая, поэтому вам нельзя. Лучше всего сделать список правил, то есть, например, вот это мы точно не делаем вообще. А если уж он делает, то лучше подойдите и скажите, знаешь, малыш, я знаю, что ты хочешь вот это сделать, но сейчас я так сильно устала, давай пойдем вот это сделаем лучше вместе, или я тебе сейчас разрешу вот это делать, или там, и опять-таки через я сообщение, но я сейчас так сильно устала, я не могу сейчас с тобой рядом стоять и вот помочь тебе вот это делать, а сама тебе это будет, или давай сделаем один раз, а потом мы пойдем что-то делать другое. То есть найти компромисс с ребенком. При этом сказав, что я чувствую себя вот так. И это нормально, если вы, например, плачете, вы говорите, малыш, ты знаешь, мне так сейчас грустно, и я плачу, и я плачу, потому что, например, что-то случилось, и я плачу, потому что я очень сильно устала, и поэтому я плачу. Почему вы плачете? Потому что очень часто наши дети, вообще всегда наши дети, смотря на нас, они считают, что мир крутится вокруг них. И если мама плачет, или папа с мамой поругались, это из-за меня. Да-да-да. Это из-за меня, я источник вины, наверное, я вот там, мама сказала, не играй в кубики, а я поиграла, и поэтому папа с мамой поругались. И он думает, что это из-за него это все. Ну, если вы скажете, я сейчас, ну как бы, мне сейчас грустно, там посмотрела какой-то грустный фильм, или у меня там, у меня рука болит, или еще что-то. Ну, давай вот это сделаем лучше вместе. И еще, и вы перевели, вы объяснили, что это ваше ощущение, ты тут ни при чем, давай поиграем в другую игру. А что думаешь насчет эмоционального интеллекта? Сейчас вот очень много говорят об эмоциональном интеллекте. Я когда в школе работала, меня прям очень этот вопрос беспокоил, потому что во многих семьях родители не объясняют детям о том, что есть определенные чужие границы, которые нельзя переходить, как бы. И когда бывали вот драки, там ругались дети между собой, чаще всего это вот, я думаю, причина этого. Да, это очень хорошая вещь. Это действительно сейчас вы в море, но почему? Потому что, в принципе, это норма. Эмоциональный интеллект это что такое? Это знать свои чувства. Знать свои чувства и знать, что у другого человека тоже есть эти же самые чувства. Вот этот эмоциональный интеллект начинается еще с самого младшего возраста, когда ребенку 3 года, и вот он вот стоит плачет, у него там что-то не получилось. И вот вы говорите, я знаю, как сильно тебе грустно, я тебя понимаю. Ты проявляешь вот это. Да, и вы можете сказать, ты сейчас чувствуешь злость, потому что у тебя не получается застегнуть, и я тебя понимаю. И тебе грустно, потому что у тебя не получается. И мы, получается, мы ребенку говорим, его чувствуем. Мы говорим, ты чувствуешь сейчас вот это, это называется вот это, и это нормально, что ты это чувствуешь. Но вместо того, чтобы бить маму, давай мы с тобой побьем подушку. Или там, вот у нас есть там пуфик мягкий, давай мы его побьем. И мы выражаем чувство, мы, получается, физически даем ему выйти из этого, чтобы это физически вышло из него. И мы объясняем его ощущения. Потихоньку, если выучить ребенка тому, что он чувствует, конечно, откуда ему знать, что это называется злость? Откуда ему знать, что это называется грусть? Очень часто бывает так, что мы даже сейчас, чувствуя какие-то ощущения, мы говорим, я не знаю, что я чувствую. Я просто не знаю. Их столько много всего внутри меня, что я даже не понимаю, что я чувствую. Тем более ребенок. Эмоциональный интеллект, он не идет о том, что нужно подумать о том, что ты чувствуешь, и в дальнейшем учить тому, что есть и ощущения других людей. Если ты упал, стукнулся, тебе больно, ты плачешь. Если другой упадет, ему тоже будет больно. Если ты что-то хочешь там с кем-то сделать, подумай о том, что у него тоже есть чувства. То есть эмпатия. Учить детей эмпатии, что есть твои ощущения, но у другого человека они тоже есть. Это очень хорошо. Самое главное, чтобы не переходить вот эти границы. Знаешь, когда зацикленность идет на чем-то, у нас, ну, как бы, свойственны людям такие вещи. Только вот это. Вообще, вот это они знают, эмоциональный интеллект, да и все. Нужно вот только вот насчет этого думать. Не надо. Просто нужно говорить ребенку о том, что он чувствует раз, и говорить о том, что ты чувствуешь два. И в дальнейшем, когда ребенок порастает, он понимает, что если маме грустно она плачет, ну, значит, вот этот мальчик плачет, ему тоже плохо, ему тоже грустно. И мы через себя ребенка учим. Дома, внутри семьи, вот папа, мама, ребенок. И мы учимся тому, что есть мамины чувства, есть папины чувства, и есть мои ребенка чувства. И когда он вырастает, ему не нужно отдельно идти учить, например, этому, как бы, прям предмету, можно сказать, этому интеллекту, потому что он уже знает все это. Он все это знает. Да, он может пойти просто, как бы, чтобы, ну, как бы, точно вот эти все названия этих эмоций узнать, да, для себя. То, в принципе, это он будет владеть этим. У меня есть одна игра, тоже вот, наверное, с карточками, как раз развивает, не развивает, объясняет вот эти чувства. Очень классно, это такие карточки, где нарисовано мультик, да, какой-то. И там, как бы, я разозлился, я, там, в хорошем настроении, он мне нравится, там, ну, в общем, вот такие разные-разные карточки. И когда ребенок, там, играешь с ребенком, или в течение дня эти карточки лежат в определенном месте, когда, например, ребенок злой, ты говоришь, иди, сходи вот где карточки, выбери, какое у тебя, что ты сейчас ощущаешь. И там ребенок идет и выбирает карточки. Очень классно, мне так нравится. Я тоже, кстати, поделюсь. Я думаю, да, это очень круто, потому что дети начинают заглядывать к себе внутрь и думать, так, а что я сейчас чувствую? Потому что мы в нашей жизни взрослые не всегда, да, спрашиваем себя, а что я сейчас чувствую, а что мне нравится сейчас, а что я хочу сейчас делать, да? Мы просто в таком своей вот этой беготне бежим-бежим-бежим, никуда не смотрим, только достигаем чего-то, да? Да, я бы даже хотела, как бы, тоже, опять-таки, как лайфхак сказать, что очень полезно такие делать, ну, как бы, выгрузки в себя, да? Когда ты вот в течение дня, можно даже поставить будильник, например, там, 3-4 будильника в течение, на день, и когда звенит будильник, ты просто выключаешь, и ты должна подумать, как ты себя сейчас чувствуешь. Прям вот погрузиться в себя и подумать, что я сейчас чувствую. Я устала, у меня там болит нога, и поэтому я чувствую себя вот так, вот так, вот так. Я там, я раздражена, потому что кто-то мне что-то сказал, поэтому я раздражена, я злая, потому что там, а муж утром мне сказал вот это, и вот поэтому я чувствую вот этот вот комок таких эмоций. И прямо себе сказать, что ты чувствуешь, это тоже очень классно, и потом мы можем, научаясь этому, учить детей. Да, нужно себя... Вот теперь придём к твоей игре просто, потому что всё ведёт к тому, что мы должны быть примером детям, то, что мы должны вначале в себе разобраться, да, в каких-то... Не во всём, конечно, но в каких-то определённых вещах. Вот твоя игра просто, вот она сейчас на столе, да, я так понимаю. Это какие-то определённые карточки, да, есть, наверное, поле какое-то. Играя эту игру просто, мы, как в предподкасте ты говорила, мы находим своё самореализацию, да, что мы хотим. Сколько человек может играть? Вот сразу вопросы задам, которые были там прописаны под предподкастом. Сколько человек могут играть? Сколько времени занимает? Что нужно с тобой принести на эту игру? Вначале об этом скажи, пожалуйста. Да, значит, от того, что на столе лежит, это частичка игры. Вообще игра побольше, конечно, там, конечно, есть поле. Игра, её можно играть как индивидуально, так и в группе. Индивидуально-то мы один на один с человеком студентом. Это на рабочей проработке, да, или... Нет, 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 точно так же игра, да, точно так же, как игра. Мы работаем индивидуально, и есть от двух, три человека, четыре, такие как бы мини-группы. Просто единственный минус, это то, что, конечно, длительность игры увеличивается. Когда мы один на один играем, это полтора-два часа, а если там, ну, три человека, то это по всему, где-то, три, половина, четыре часа, вот так, может уйти. Ну, смотря, как человек чувствует себя и как он прорабатывает дальше. Данная игра, в чём её ещё плюс, в том, что у меня есть онлайн-версия данной игры. Вау, такое тоже есть? Да, это можно играть онлайн. Очень круто. Там есть специальная платформа, в которой всё это уже сделано, все эти карточки, они там уже внутри, и тоже отлично играют, и кубик внутри есть. Всё тоже можно сделать, очень классно. То есть можно, в принципе, по всему миру, все желающие могут играть, просто сыграть в эту игру. Вот, тем более, что мастеров игры просто, их тоже много, они есть разные. Правда, в Ташкенте я первая, да, мастер игры просто. Ладно, и так, ещё был вопрос, по-моему, про, что с собой принесло с собой. Принести. В принципе, с собой ничего приносить не нужно, и, знаешь, не стоит, очень часто у нас бывает, когда мы вот в этом предвкушении, мы начинаем какие-то ожидания вкладывать в то, что мы получим за счёт этой игры. Лучше всего вот эти все свои ощущения, их оставить, как будет, так будет всё. И не думать о том, что вот, я вот сейчас пойду на игру, и я пошла работать, да, например. Моя жизнь изменится до и после. Да, и там я типа, я приду, поиграю, приду домой, и муж сразу там на колени, вот, чтобы вот такие ощущения. Потому что, когда мы приходим так, это обычно не сбывается, потому что они ложные. Эти лжи ожидания, они ложные. Лучше всего просто сказать, вот как будет, так будет классно, всё. И идти на игру. И почему игра, потому что действительно это всё, вот, окнает нас как в детство. Мы же в детстве все играем, все пробуем мир через игру. А мир, это вот, ну, как большое поле, и эта игра, она прям помогает понять по самореализации, что значит, что чем ты хочешь заниматься. Вот ты, например, ушла с работы и такая, а что, что теперь делать, что дальше делать. И игра, она вот как помощник, она может просто помочь тебе вспомнить свои желания, то, что ты когда-то себе сказала, надо забыть, всё это вспомнить. И просто такие ощущения, как бы, вот, ну, просто вот, всё надоело, что делать? Пошла, поиграла. И через игру ты смогла понять, что, а, блин, я же хотела, я же всегда хотела вот так. Или просто даже такие, иногда приходят с такими запросами, что человек просто думает, вот, а вообще, вот, с какой темой мне работать, вообще, с какой темой. Пожалуйста, это тоже через игру можно вытащить, потому что там всё идёт через, вот я тебе рассказывала, через модель Ихигай, да, философию Ихигай, когда я хочу, я могу это сделать, это не нужно миру, и я получаю за это деньги. Потому что чаще всего нас учат чему? То, что ты хочешь, это твоё хобби. Да. Иди, тебе нравится рисовать, иди рисуй, этим деньги не заработаешь. Деньги надо зарабатывать кровью и потом. Идёшь на работу. Точно, вот эти все проработки, установки, то есть, да, установки, которые богатые, это, воры там какие-нибудь, кровью и потом, любишь кататься, любишь саночки возить, да? Да, ещё мне нравится такое выражение, мои Ивановы, бедные, бедные, но счастливые. То есть, всё, как бы, это, деньги это у нас не касается, нужно быть бедным, чтобы быть счастливым, да. И вот это всё, оно, оказывается, сейчас уже устаревает. Сейчас, как вот все знают, да, что мы входим в новую эпоху, да, большие перемены, и эмоционально тоже по-другому сейчас всё. И можно делать то, что ты любишь. И получать за это. И получать за это даже больше денег, чем, например, те люди, которые, твои сверстники, например, которые пошли, сидят в банке, работают и... На нелюбимой работе. На нелюбимой работе, в самом деле. А когда мы что-то любим, у нас глаза горят. И тогда жизнь интереснее, жить интереснее. И деньги приходят проще. И делаешь больше, да? Да, конечно. Потому что тебе нравится то, что ты делаешь. Я тоже вот сейчас своему сыну говорю, часто, когда он говорит, зачем мне идти в школу, вы это... И я говорю, ты знаешь, вот ты сейчас научишься, почему ты ходишь в школу? Чтобы научиться, чтобы знать много. И чтобы потом ты мог выбрать из много-много разных профессий то, чем ты хочешь заниматься. Своё любимое дело. И потом работать с этим. Тем, что тебе нравится. Что когда я была маленькой, например, нам говорили, вот закончишь институт, закончишь школу, потом закончишь институт, потом пойдёшь работать. Помогает нашим детям тоже понять, что у нас всё хорошо и у тебя тоже будет. Я делаю то, что я люблю, и ты сможешь так всё делать. Всё взаимосвязано, да? То есть мы показываем своим детям, как можно жить. Лучшую жизнь. Да. Есть такой очень интересный... Это как карикатура была, когда мужчина идёт, тащит на себе какие-то там вещи. И он говорит, вот ты зачем это делаешь? Он говорит, ну, чтобы моего сына жизнь была лучше. Его сын идёт тоже такой же. Я делаю, чтобы моему сыну было легче. А как сыну будет легче, если он видит, как надо жить? Да. То есть человек видит, как нужно жить через своих родителей. Так он и живёт. Если мы говорим, я вот впахиваю для того, чтобы мой ребёнок потом жил лучше, он тоже будет впахивать. Да. И это тоже хорошо. Ну, можно попробовать, а что-то новенькое. А вдруг... А вдруг можно? Так тоже бывает. А вдруг... Пожалуйста, давайте. Точно. Вот с одной стороны, если не показывать трудности, дети не поймут, да, вот думаешь. А с другой стороны, показывать только позитивное, там, лучшее. Элементарно, да, с дочкой, например. Её же нужно готовить к взрослой жизни, там, да. И учить её, там, убираться, прибираться, посуду мыть, да. Это же девочка, там, да. У нас же такие остановки. И какой-то период был, когда приходила помощница, всё прибирала, за ними убирала, дома убирала. В общем, было мне комфортно, потому что мои нервы были на месте. Потом в какой-то момент я подумала, что-то дети совсем вообще ничего не делают, только там занимаются, играют. И думаю, нет, всё не надо, так лучше я буду сама сейчас делать и дочку буду учить. Потому что, когда я была маленькая, меня учила помощница по дому, мама работала. Меня учила помощница по дому, она меня заставляла вытирать пыль. И потом она проходила так, проверяла. Так, посмотрим, как ты протёрла пыль. И у меня вот это осталось в памяти, очень хорошо, как ты видишь, запечаталось. Но я убираться люблю, в принципе, да. И думаю, ну, ребёнку надо научить. Ну, чтобы ребёнок научился, надо пример показать, я бы на этом зациклена. И такая, так, хорошо, дочь, мы будем убираться. И, конечно, нервишки иногда шалят в этом процессе. Как быть? Или пускай вот ребёнок, у меня есть подруга, которая говорит, я детей не заставляю. Придёт время, они сами научатся. Я знаю то, что придёт время, и они сами научатся. Ну, зачем, когда можно вот так вот там потихоньку учить, что думаешь насчёт этого? Опять-таки, супер вопрос, мне прям нравится. Смотри. Самое главное, вообще, в принципе, это наш комфорт. Ты можешь звать помощницу, например, раз в неделю делать генеральную уборку, допустим. Ну, я вспоминаю своё детство, и помню, как у нас был такой ритуал, мы там раз в какое-то время делали генеральную уборку дома. Мама, вот старший брат и я. И это было так классно, мы всегда смеялись, что-то там как-то шутки, что-то это. Это было так классно. Да, это было так весело, и прям вот как ощущения классные. Ну, это ритуал. Вы можете просто сделать общие ритуалы, допустим, там, чтобы вот это что-то делаете вместе. Включили музыку, да, например. Делали какие-то, включили свечи. Что-то такое приятное сделать, чтобы это было прям вот так предвкушение даже уборки. Чтобы это будет классно, это будет интересно. И тогда это будет не как вот обязалка. И даже когда она вырастет, у неё будет вот это ощущение, что надо прибраться. Я люблю мыть посуду. Я включаю музыку и мою посуду. Мне это очень круто. Я вообще не люблю. Меня даже в каких-то моментах это прям вот, ну, как бы вдохновляет. Да. Это пена. Моешь эту посуду. Мне нравится. А для кого-то это вообще каторга, да, им вообще не нравится. Потому что там типа мама заставляла, например. И нужно поэтому, если есть возможность, можно приглашать там помощницу, там, это кто-то убирает. Но при этом оставлять какие-то, во-первых, сделать с детьми обязанности. То есть даже если там кто-то убирает, а даже если я сама маму убираюсь. Сын каждый день убирает мусор, например, выкидывает мусор, дочка там каждый день вытирает пыль, вот там-то, 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 там-то. Таких моментов, которые прям, знаешь, приятнее делают уборку. Ну, например, допустим, мыть полы, сначала засыпать туда вот эти кристаллики соли, вот это было красиво. Потом мыть с полы с этим именно такие, как бы, даже говорите ребенку. Да, можно пока вот мусор, и прям ребенку сказать, вот мы сейчас очищаем наш дом. Это так круто. Сейчас это прям вот особенно классно. Я просто помню одна, была какая-то группа поддержки лет, не знаю, восемь назад, по-моему, я не помню, как она произошла вообще. Но там была одна девушка, которая говорила, вот у меня прям до сих пор запомнилась, когда она говорила, я, знаете, каждое утро, ну, не каждое, она там раз в три дня, она убиралась дома утром, полы мыла, и она говорит, я когда мою полы, я проговариваю, чищу-чищу дом, что-то такое, счастье приглашаю. У нее какая-то такая фраза была, и она мыла полы, и вот так вот это приговариваю. Мне так запомнилось это, я такая думаю, это же вот такая энергия женская, когда ты убираешь полы, моешь с настроем таким, что чищу-чищу, счастье в дом я приглашаю. И вот какая-то у нее такая фразочка была, она такая очень рифмовалась, и вот это мне запомнилось. Да, это круто работает. Первое, действительно, как бы наша энергия с нашим домом, она связана. Поэтому, да, ты можешь мыть полы именно с такими ощущениями. И то же самое пыль протирать. Можно сделать отдельную чашечку, красивую чашечку, туда соль посыпать, кристаллики соли, да? Туда вот эту вот тряпочку красивую, какую-нибудь новенькую, вот эти вот там, гринвейевскую. Да-да-да, я обожаю. И с ней взять, красиво это сделать, музыку включить. Все это, когда сделали, включили свечечки, чтобы ароматический, чтобы там запах был. Класс. Если альгии нет. Такие вот моменты. И, конечно же, да, говорить о том, что, знаешь, мы когда это делаем, это же не просто так. И даже это энергетически, ребёнок уже постоянно слышит, сейчас на слуху энергии, очищение. Можно ребёнку, например, говорить, вот мы сейчас с тобой сделаем, мы с тобой, как такие магические женщины, мы должны свой дом оберегать. Вот мы это сделали. То же самое с цветы поливать. Держи воду, иди поливай, не забудь сказать, что ты их любишь, чтобы они росли хорошо. И ребёнку приятно, и делом занят и знает, что это его обязанность, приучается к тому, что к труду, и плюс это действительно помогает. Цветы слышат. Это что-то магическое, честно. Потому что какой-то период у нас был такой, что когда уборка, одеваешь самую ужасную, самую девушку, старую, старые вещи. И в какой-то момент я, например, когда уже замуж вышла, и для меня это было такое, как я должна убираться, там, ну, я там с мамой, с семьёй жила, да, с моей, где там приходили убирать. Я такая, ужас, я должна сейчас убирать это всё. Потом, на самом деле, когда вот я в этой группе была, и девушка такая, я приглашаю счастье домой, когда убирать, для меня вот это прям был такой переворот, потому что я начала, вот я когда убираюсь, это я должна одеть что-то красивое, потому что вот это вот Советский Союз, то что ты должна на дачу ехать старьё одевать, или там, когда ты убираешься старьё одевать, или когда дома приходишь домой, одевать что-то старое, там, старое, домашнее, да, типа домашку одеть, да. Это вообще надо уже прямо искоренять вот эти вот привычки старые, и наоборот, как дома, наоборот, одеваться красиво, вот эти все ритуалы магические, это круто. Я вот сейчас сижу, ты говоришь про вот эти там чашечки, соль, кристаллики, я прям, у меня прям в голове вот эта вот картинка складывается, я думаю, ой, всё, я буду просто магической женщиной, не просто одеваться красиво, я ещё буду это всё так волшебно делать. Да, и музыку, с музыкой, потом ребёнок будет сам хотеть, мам, давай убираться, давай вместе убираться, мне нравится. Что давай, так, лайфхак. Да, лайфхак, ловите. Класс. Как часто вообще проводишь игры просто? Как часто, как по набору группы, или же вот если есть индивидуальные, то просят индивидуальные, по запросу идём и делаем, да. Также к игре прилагается, когда человек придёт ко мне на игру, прилагаются бланки, в которых можно будет потом записывать свои мысли, свои, да. То есть не надо нести тетрадку, ручку, да. Да, там всё это прилагается. И классные фишки этой игры, то, что там всё вот с этими метафорическими картами, там есть карты, которые называются «Подсказки вселенной», прям реально подсказки, как подсказочки такие, знаешь, как вот, когда стоишь такая уставшая на дороге, ждёшь автобус и такая поднимаешь голову, а там афиша, улыбнись, да, и там, иди домой. Да, знаки, да, вот эти. Так, реально знаки, вот, бывает иногда, да, действительно, ты такой случай, что раз, и тебе действительно как будто кто-то что-то сказал, и ты думаешь, блин, а реально, пойду вот это сделаю. Вот такие подсказки. Там же, там есть карточки со стихами, с картинками, с легендами, которые все помогают тебе понять, что вот именно куда идти, что делать, и главное, как это всё как с таким, знаешь, не с усталостью, а вот именно с кайфом, с приятными чувствами работать, искать свою реализацию, в ресурсе, находить, и вообще, чем заниматься, что делать, а может быть, тебе не надо, да. Там есть такая классная карточка, а ты уверен, что ты хочешь работать, и она очень часто попадает на тему вниз, которые такие, блин, вот я там собираюсь идти с работы, но тебе такая карточка приходит. Действительно, и ты начинаешь задумываться. Да. А то вот так просто, так как игра так и называется, просто. Я недавно, я играла с одной девушкой, она прям так и сказала, в конце игры, когда уже всё мы с ней расставили, всё поняли, и она говорит, блин, слушай, а чё так просто? А чё можно было так просто всё это сделать, а у неё и так и вышло, что нужно просто расслабиться и всё делать через себя. Когда тебе кайфово, когда у тебя глаза горят, тогда ты интересна другим людям, и через это работать. Ну это её было. Да, вот эти трансформационные игры, они на самом деле работают. Когда в прошлом году, я вообще думала, во-первых, это не так дёшево, игра трансформационная, и я всегда думала, что там игра трансформационная, что-то там, ну, как бы настольная игра как будто бы, и ты платишь за это ещё такие деньги, стоит это того или не стоит. Потом каким-то образом подруга мне звонит, говорит, слушай, я иду на трансформационную игру, пошли со мной. Но я лёгкая на подъём, такая, ну ладно, давай, хорошо. Такая всё это время откладывала, тут знак, да, я такая, ну, знак, всё, ладно, идём. И мы пошли. И прошлый год у меня был о любви к себе, не просто так, потому что вот я сыграла в эту трансформационную игру, и мне пришёл вот этот посыл, то, что нужно через любовь к себе, через заботу о себе, здоровье, красоту там, да, женственность. Потому что я до этого была такая, мама, мама, там, у меня дети, я ещё там пыталась что-то бизнес какой-то делать. Короче, я крутилась как, я не знаю, белка в колесе, это была я. Да, и я, короче, закинула вообще вот эта любовь к себе, типа того, что умываться вечером нет сил, короче, вот до такого. Поиграв в эту игру, я поняла, слушай, надо заземлиться, надо замедлиться и взяться за себя, да, за себя, за любовь к себе. И на самом деле вот прошлый год он был у меня посвящён именно этому, и это было классно. И с тех пор я реально поверила в эти трансформационные игры. Они не просто так создаются, и на самом деле большая проделанная работа для того, чтобы создать эту игру. Поэтому очень круто, я то, что ты познакомила меня с игрой просто, я очень надеюсь попасть. Да, я тебя буду ждать. Да, так что обязательно приду к тебе на игру. Спасибо тебе большое за твое время, за твои советы, лайфхаки. Это была такая, можно сказать, сессия для людей, которых на самом деле волнуют те вопросы, которые мы с тобой обсудили. Спасибо большое. Классно, что ты меня позвала. Да, я очень рада, круто мы с тобой пообщались. Всем спасибо за то, что послушали нас, пишите свои комментарии, и до скорых встреч. Спасибо, спасибо, давайте, пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.